Привет, друзья! Меня зовут Константин и вы на канале Инвестиции. Индекс московской биржи на акции российских компаний вчера немного скорректировался на 2%, закрылся на отметке 2580 пунктов, на минимуме был 2560 за вчерашний день, на вечерней сессии немного подрос на 6 пунктов примерно. Ну, кстати, S&P 500 тоже немножко падал на 1% акции американских компаний. В СМИ, конечно, разнесли новость про контрнаступление, геополитику, поэтому акции корректируются. Тоже одна из поговорок, sell and may and go away, означает, что продавай бумаги в мае и уходи с рынка до осени. Одно из старейших правил на Уолл-стрит. Трейдеры наверняка следуют этому принципу, но инвесторы, наверное, в это время покупают просевшие бумаги. Сегодня также важный день по ключевой ставке ФРС. В Америке узнаем, поднимут они ставку или нет. По крайней мере, прогнозируется, что будет повышение на 25 базисных пунктов. Ставка у них будет 5-5.25%. Известно, станет в 21 по Москве сегодня, какая будет ключевая ставка, но это уже можно считать под закрытие рынка. Еще одна из причин коррекции – это возможная рецессия в США при повышении ключевой ставки. Тем самым нефть скорректировалась на 5% за один день. На дивидендном гэпе падал новотек, потому что 28 апреля был последний день для покупок. 1 мая был выходной. И, соответственно, 2-го он вместе с коррекцией тоже падал и тянул индекс вниз. Сбербанк, напротив, держался молодцом, потому что все хотят получить дивиденды. 8 мая – последний день для покупок, 9-й – выходной, а 10-го будет дивидендный гэп. Вот новотек падал на 5%, а Сбербанк держался в зеленой зоне. Что же делал я? Я покупал фонд на акции российских компаний от Тинькофф, то есть покупал широким фронтом, как обычно, на 300 рублей на свой фондовый счет. В завершение я бы хотел сказать, что коррекции или обвалы – это стандартное явление для фондового рынка. Поэтому, если вы их не любите и не воспринимаете, то вам и не стоит инвестировать на фондовом рынке, по крайней мере, в волатильные инструменты, такие как акции. Всем желаю удачных инвестиций и зеленого портфеля. Пока, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok